Продолжение следует... Поскольку понятно, что... Тут, точнее, непонятно, то ли иммунные дефекты являются первичными у ваших пациентов, то ли они появляются после манифестации гематологических заболеваний. Например, Александр Григорьевич Румянцев считает, и несколько раз при мне это говорил, что многие тяжелые заболевания, в том числе онкологические, гематологические, являются на самом деле проявлением первичных иммунодефицитных состояний, которые мы пока выявить не можем. И сейчас, поскольку речь идет об иммуноглобулинах, и, наверное, именно у иммунологов, самый большой опыт, именно детских иммунологов, самый большой опыт работы именно с иммунодефицитами, первичными иммунодефицитами, соответственно, у нас самый большой опыт работы и с препаратами иммуноглобулинов человека. Сейчас не буду вам показывать табличку, сколько сейчас существует офф-лейбл применения иммуноглобулинов. Это, наверное, практически все области медицины, которые можно представить. Неврология, гастроэнтерология, дерматология, даже аллергология, естественно, в тяжелых ситуациях требует, иногда требует введения иммуноглобулинов. У нас в больнице, я работаю в 9-й детской больнице, есть отделение первичных иммунодефицитов, есть отделение, например, ожоговое, где мы также применяем иммуноглобулины человека, есть инфекционная реанимация, где мы очень широко применяем иммуноглобулины, есть неврологическое отделение и так далее. Очень важно понимать, какие препараты мы используем. Сейчас на российском рынке много препаратов, 14 или 15 препаратов зарегистрированы и находятся в клинической практике, и они очень разные, есть препараты европейские, российские, американские, китайские. Поэтому очень важно понимать, поскольку терапия биологическая, с чем мы имеем дело, что мы переливаем. И у нас, в данном случае у меня, у нас, у иммунологов, довольно большой опыт использования разных препаратов. Мы видим в клинической практике, как разные препараты помогают, насколько длительно сохраняется эффект. Насколько переносим препарат, поскольку его инфузия занимает время и требует терпения со стороны пациента. Какие бывают последствия инфекционные или не бывают и так далее. Важно понимать препарат, из чего мы хотим добиться, когда мы применяем препарат иммуноглобулина «Человек». Сейчас немножко из фармакологии, наверное. Иммуноглобулин, и она в первую очередь интересует иммуноглобулин G, конечно, состоит, как известно, из четырех субклассов. Первый, второй, третий, четвертый, которые неравномерно занимают долю в общей иммуноглобулине G. Первый субкласс – это примерно 50% от всего G. Ну и дальше поуменьшающийся. Четвертый субкласс – это 5-10% от общей концентрации общего иммуноглобулина G. Функции у субклассов разные, и поэтому, когда у нас есть, возвращаясь к гипогамму-глобулиномии, не всегда дефицит субклассов, не всегда отсутствие какого-либо субкласса, либо сокращение его количества показано, мы можем увидеть в результатах анализа. Предположим, четвертый субкласс полностью отсутствует, то есть функции потеряно. Но на результатах общего G это отразится только лишь снижением на 5-10%, или даже вообще никак не отразится, поскольку какой-нибудь другой субкласс может компенсаторно вырасти в своей продукции, и тогда мы в анализах ничего не увидим. Анализы, анализ, турбидиметрия показывает лишь количественную концентрацию иммуноглобулина G, и ничего не говорит про ее функцию. Поэтому анализы – это важно, очень важно, мы будем об этом говорить подробно. Но в первую очередь также нужно обязательно смотреть на клинику, не дожидаясь, возможно, тех самых инфекционных осложнений, о которых уже сегодня было сказано. Итак, есть иммуноглобулины, он состоит из ФАБФС-фрагмента, у которого есть свои функции, и главная задача – сохранить молекулу в том виде, в котором она должна быть. Потому что если эта конфигурация изменится, то эффективность иммуноглобулина упадет, либо совсем исчезнет. Существует норма поведения формы иммуноглобулина в крови, и мы должны, желательно, чтобы производители препаратов, а не мы, мы применяем препараты, чтобы производители препарата добились той формы иммуноглобулина, которая для него естественна. Существуют три формы – мономеры, поликлональные иммуноглобулины и димеры. Наша задача – сохранить иммуноглобулины в форме мономера. Тогда он наиболее эффективен. Вот так это происходит. Существует определенный критерий. Биологическая терапия, она очень специфична. Препараты специфичны в наборе материала для производства препарата, в производстве препарата, в хранении препарата. Поэтому очень важно, чтобы были соблюдены те требования к препарату иммуноглобулина, которые определены в первую очередь Всемирной организацией здравоохранения. Думаю, что я не скажу вам ничего нового в том смысле, что требования к регистрации препаратов в Российской Федерации очень специфичны, называемых «так». Поэтому далеко не всегда препараты соответствуют тем требованиям, которые должны соответствовать по тем протоколам, которым мы с вами пользуемся. И мы, иммунологи, и вы, гематологи, мы пользуемся протоколами международными, а не какие-то наши личные. И поэтому надо обращать внимание, что иногда вроде бы тот же самый препарат прописан, а мы используем немножко не то. Об этом много говорят наши руководители, например, Алексей Александрович Мощан, тот же Александр Григорьевич Румянцев и другие. Важно понимать, как препарат производится. Далеко не всегда, к сожалению, производитель раскрывает тайны, секреты, хотя никакой тайны, в общем-то, не должно быть, но секреты и детали производства препарата. Например, не так давно, несколько лет назад, буквально, в России был зарегистрирован и появился в клинической практике китайский препарат, при котором мы примерно ничего не знаем. Как он производится, каким способом, как происходит очистка препарата, фильтрация, вирусная очистка, ничего не известно. Известно только, что доноры плазмы – это китайцы, живущие в одном районе Китая. И здесь возникает сразу вопрос, насколько наши потребности в Европе соответствуют тем требованиям. То есть, насколько их кровь подходит нам, насколько их иммуноглобулины помогут нам, при том, что у нас другие условия жизни, другие заболевания, другие вирусы. Не на 100% другие, конечно, но тем не менее. Итак, набор донорской плазмы очень важен. Желательно, чтобы доноров было как можно больше, для того, чтобы конечный продукт был максимально усредненным, то есть подходил всем. И желательно, чтобы доноры были как можно ближе к нам. Желательно, чтобы это были родственники, конечно, но желательно, чтобы это были люди, которые живут в тех же самых условиях, в тех же самую пищу едят, тот же самый климат, те же самые вирусы, те же самые бактерии. Такие препараты, такой иммуноглобулин поможет нам лучше всего. Очистка материала от всяких разных примесей, от вирусов в первую очередь. Очень важно. Тринактивация вирусов. Концентрирование. Концентрация препарата влияет в первую очередь на длительность инфузии, на скорость инфузии, сколько и в итоге на качество жизни пациента и на организацию нашей с вами работы. Если мы говорим про препарат привиджен, там много, мы все знаем, как он производится, то набор донорской плазмы происходит в Европе, то есть основные доноры – европейцы. Соответственно, уровень жизни и уровень медицинской помощи у них очень высок, даже, наверное, чуть-чуть повыше, чем у нас, что для нас хорошо. Затем происходит несколько этапов обработки плазмы и обработки иммуноглобулинов с целью инактивации вирусов всех возможных, фильтрации в том числе, и получение в итоге 10% препарата, 10% концентрации иммуноглобулина G, предназначенного для внутривенного введения. Концентрация иммуноглобулина G в препарате более 98%. Основные требования к препаратам. Как я уже говорил, у нас разные пациенты. Чтобы вы понимали, вы тут обсуждали сейчас длительность терапии, как длительно, как долго нужно применять иммуноглобулины человека для профилактики и так далее. У нас прямо сейчас переливается примерно, по-моему, 50-52 ребенка в отделении. Они переливаются каждый месяц, каждые 4 недели, несколько человек каждые 6 недель, и это пожизненно. То есть у них первичные иммунодефициты разные. У кого-то комбинированные, у кого-то только дефект антител, то есть дефект гуморального иммунитета. И эти дети пожизненно будут, дети сейчас, потом взрослые, будут пожизненно переливаться иммуноглобулинами человек. Сейчас у нас, затем они переедут в 52-ю больницу и будут переливаться там дальше. То есть пока они переливаются, они абсолютно здоровы. И мы видим это. То есть безопасность терапии иммуноглобулинов, она очевидна для нас. И здесь длительность терапии, то есть длительность терапии, когда вы выбираете, как долго вы можете профилактировать, не думайте о том, как долго пациент может принимать, не потядет ли он на этот препарат. Нет, ничего этого нет. Есть только необходимость медицинская, а никаких побочных эффектов с длительностью не связано, если препарат хороший, естественно. Итак, безопасность, как я говорил, зависит от отбора доноров, насколько они здоровы, в первую очередь. Как происходит скрининг донорской крови на предмет разных, в первую очередь, вирусов. Как происходит активация удаления этих вирусов. Частота нежелательных явлений и эффективность зависит от физико-химических свойств самого препарата. Об этом я скажу позже. И его концентрация влияет на, его конечная форма влияет на удобство его использования как нами, так и пациентам. Поскольку пациенты, сегодня я об этом говорить не буду, но вообще скоро у нас появятся, уже вот-вот появятся препараты для подкожного введения, то есть те препараты, которые пациенты будут использовать самостоятельно. Через помпу, я думаю, через помпу это будет происходить. А мы будем только это назначать и контролировать. Итак, из свойств препарата очень важно, какие помимо иммуноглобулиновые вещества там содержатся, что нужно, чтобы желательно, чтобы не было сахаров. В детской практике менее важно. У детей меньше хронических заболеваний, чем у взрослых. Ваши пациенты гораздо более сложные, чем наши, в плане коморбидных каких-то состояний. Тем не менее, содержание сахаров, наличие либо подозрения на сахарный диабет, хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой, с почками. Возможно, дефицит, ну это первичное иммунодефицитное состояние, а именно избирательный дефицит иммуноглобулина А. Возраст, например, старше 65 лет. Все это очень важно для выбора иммуноглобулина. Какой препарат вы выбираете? То есть концентрация также препарата влияет на объем. То есть вы, если препарат 10% или 5%, одно и то же количество иммуноглобулина, у 5% препарата будет в два раза больше объем. Это, соответственно, достаточно серьезная нагрузка на почки в первую очередь. Сердечная недостаточность, нагрузка объемом, нарушение функции почки, антитела к иммуноглобулину А. Это касается пациентов с избирательным дефицитом иммуноглобулина А. Чужеродный иммуноглобулин А может вызывать у них анафилактические реакции вплоть до анафилактического шока. Наличие, да, риски тромбоэболических осложнений, наличие либо риски сахарного диабета. Это возраст. Все это является факторами риска. Показания к применению. Как я уже говорил, реально иммуноглобулины используются очень широко. То есть просто невероятно широко. И мы регулярно в больнице собираем врачебные комиссии, чтобы оффлэйбл назначить эти препараты. Например, для ожогов хотя бы. Если мы возьмем инструкцию, то есть по показаниям, то помимо заместительной терапии при привычных иммунодефицитах, есть также и показания у препарата привиджинг симптоматической гипогаммоглобулиномии при вторичных и других состояниях. Что очень важно, поскольку вторичная гипогамма, либо вообще гипогамма, довольно распространенное явление. Что касается гематологических заболеваний, вы видите, есть список препаратов. И там, где плюсики, они разрешены по инструкции российской к применению. Но симптоматическая гипогаммоглобулиномия прописана только у одного препарата, у привиджена. Как заподозрить гипогамму? Ну, если пациент лежит у вас на койке, это не очень сложно, берете ему иммуноглобулины и видите ее. Но, предположим, пациент только поступил в больницу. Или он амбулаторный, или еще какая-то причина, по которой у вас нет на руках и нет возможности, или она есть, но не сразу, исследовать концентрацию иммуноглобулинов человека. Что здесь можно сделать? Можно вспомнить, что такое общий белок. Общий белок, из чего он состоит. И если из общего белка вычесть альбумин, то есть из одного показателя общего анализа крови вычесть показатель биохимического анализа крови, который есть у каждого пациента при поступлении, либо пациенты сдают эти рутинные анализы довольно регулярно, то получится, почти получится гамма-глобулины. Я детский доктор, я не успел подготовиться и показать вам взрослые нормы, но просто это для примера. Есть нормы общего белка, есть нормы альбумина. Если мы вычтем одно из другого, получается показатель так называемый калькулируемый глобулин. Я видел на слайдах у Вадима Вадимовича концентрация, какая концентрация иммуноглобулина G является пороговой, ниже которой нужно уже что-то делать. У него было меньше 4, если я правильно помню. Такое внимательно увидел. Вот, смотрите, ниже 4. То есть калькулируемый глобулин должен быть меньше, ну это чувствительность и специфичность, оптимальная будет у нас вот здесь 1,5. Да, меньше 19, если калькулируемый глобулин, значит у пациента можно подозревать как минимум гипогамма глобулина мию, и ему при большой вероятности, то есть ему нужно делать исследование, естественно, концентрации иммуноглобулина G, и с очень большой долей вероятности у него будет гипогамма и в этом специфическом анализе. Как я говорил, очень важно, чтобы популяция, чтобы те доноры, которые сдавали кровь, сдавали плазму, были к нам наиболее близки, поскольку титры антител, нам нужны антитела для того, чтобы вообще иммуноглобулины работали, и поэтому вы здесь видите, что хорошее титры антител у иммуноглобулина в препарате привиджен. Если мы говорим про скорость введения, то есть это и удобство для пациента, и организация нашей работы, в детской практике это менее важно, поскольку у нас, например, детская реанимация инфекционная, там основные клиенты – это дети первого года жизни, им что, даже если 1% иммуноглобулин лить, все равно это довольно мало времени занимает. Если мы говорим уже о взрослых детях, например, 15-летний лоб какой-нибудь выше меня в ожогах лежит, то иногда мы очень внимательно смотрим, какой препарат нужен. Это касается взрослых людей, крупных, поскольку нам нужно даже при таких дозах, как 0,2-0,3 на килограмм, ну, посчитайте, человек весит 70 килограмм или 60 килограмм, или больше, сколько ему нужно иммуноглобулина. При том, что вот эти вот рекомендации 0,2-0,4, иногда мы льем 1 грамм на килограмм. По-разному, разные ситуации бывают, поэтому дозы, они такие, разные, и поэтому скорость введения важна, концентрация препарата важна. Максимальная скорость введения у 10% иммуноглобулинов и, в частности, у препарата Privagen и у препарата Octogam, как вы видите, самая высокая скорость, и мы говорим о скорости, при которой пациенты не чувствуют серьезных побочных эффектов или даже средних побочных эффектов, а спокойно лежат под инфузией. Стабилизаторы, которые используются в препаратах иммуноглобулина. Это важно, поскольку разные стабилизаторы могут приводить к разным побочным эффектам. Вы видите, что сахароза и глюкоза приходят к высокой осмолярности, нефротоксичность и требуют особенного хранения. Мальтоза также приводит к нефротоксичности и проблемам с почками. Сорбитол метаболизируется до фруктозы и также может быть непереносимость сорбитола. Глицин требует хранения специального, тогда как L-пролин не требует. Гиперпролин имеет такое врожденное состояние. Это очень редкое состояние, крайне редкое, и никакого ни специального хранения препарата не требует, никаких действий ни на сердечно-сосудистую систему, ни на почке, ни при сахарном диабете тоже никаких побочных эффектов нет. Поскольку это физиологичный белок, который есть в составе всех организмов. Я не буду зачитывать слайд. Преимущество L-пролина очевидно перед всеми остальными стабилизаторами. Что касается избирательного дефицита иммуноглобулина А, коллеги, избирательный дефицит иммуноглобулина А – это самый частый иммунодефицит на этой планете. Частота избирательного дефицита иммуноглобулина А – 1 на 500. То есть вероятность того, что у какого-либо из ваших пациентов есть это состояние, очень велика. При том, что клинически чаще всего эти пациенты абсолютно здоровы. Чаще всего мы находим этот иммунодефицит случайно. То есть он является случайной находкой. Поэтому то, что человек не знает, что у него иммунодефицит, он думает, что он здоров, не значит, что у него нет избирательного дефицита иммуноглобулина А. Более того, скорее всего, у ваших пациентов вероятность того, что у них есть избирательный дефицит иммуноглобулина А – ещё выше, чем в популяции. Поскольку у этих пациентов, вот мы находим этих детишек случайно чаще всего, именно у них риски онкологических, гематологических заболеваний значительно выше, чем в популяции. Например, если мы возьмём гематологию, у нас была работа по московским детям, и мы увидели, что частота идиопатической тромбоцитопинической пурпуры у детей с избирательным дефицитом иммуноглобулина А в 2000 раз чаще, чем в популяции. 0,002% против 4. У нас была не очень большая выборка, всего 75 детей, но, тем не менее, будет не в 2000, а в 200 раз, но всё равно. Это достаточно серьезное отличие. Вероятность встретить такого пациента довольно высока. В этом состоянии до недавнего времени было запрещено переливание иммуноглобулинов, поскольку попадание иммуноглобулина А в человека, у которого собственного иммуноглобулина А нет, как я уже говорил, может вызвать анафилактическую реакцию до шока. Но сейчас такой жесткий запресс снят. У нас есть опыт введения препаратов иммуноглобулина детей с избирательным дефицитом иммуноглобулина А по инфекционным показаниям. Например, у нас был ребенок с болезнью Уипла и избирательным дефицитом иммуноглобулина А вместе. И мы были вынуждены переливать иммуноглобулины человека, поскольку того требовало инфекционное состояние ребенка. И всё прошло хорошо. В любом случае, нужно очень внимательно смотреть на концентрацию иммуноглобулина А в препарате иммуноглобулина человека. То есть понятно, что невозможно сделать так, чтобы его не было совсем. Нужно смотреть, чтобы его концентрация была минимальной. И минимальная концентрация из всех препаратов этого препарата Привиджин. Гемолиз, гемолитические реакции, также это риск при переливании препаратов иммуноглобулина человека. И, соответственно, изогемоглютинины являются факторами риска. Их концентрация должна быть как можно более низкой. Есть технология для минимизации риска гемолиза. Она показана во всем процессе производства препаратов. Вот она и проверка на содержание изоглютининов. И их содержание самое низкое среди всех препаратов у препарата Привиджин. Вот, собственно, вы видите, что если мы возьмем основные препараты, используемые в мире, то Привиджин используется как точка, от которой отсчитываются все остальные препараты. То есть риски всех остальных препаратов отсчитываются от препарата Привиджин, и они все выше. Итак, это мой любимый слайд теперь. Здесь перечислены все препараты, которые есть на российском рынке. Сейчас и есть в нашей практике. На самом деле все они есть. Вот они все. Концентрация иммуноглобулина А. У части препаратов мы не знаем концентрации иммуноглобулина А, поскольку производитель не дает нам такой информации. Эти препараты не подходят. Для взрослых пациентов, взрослых доктора, доктора взрослых, очень еще более важна концентрация, чем для нас в педиатрической практике. Поскольку еще раз речь идет о скорости введения, длительности введения, об организации лечебного процесса. Поэтому 5-процентные препараты подходят значительно хуже, чем 10-процентные. Убираем 5-процентные препараты. Стабилизаторы. Стабилизаторы. Сахара нежелательны для использования. Точнее, они имеют особенности применения у пациентов с подозрением, либо уже с наличием сахарного диабета и проблемами вообще с сахарами. Поэтому лучше всего, тем более у возрастных пациентов эти риски выше, убирать те препараты, где стабилизатором выступают сахара. И, наконец, глицин. Это очень хороший стабилизатор, но он приводит к более выраженному образованию димеров, агрегации иммуноглобулинжи, то есть снижению эффективности препарата в итоге, а также требует особенного хранения в холодильнике. Итого, самый оптимальный препарат, самый безопасный в использовании, самый эффективный – это 10-процентные препараты иммуноглобулинжи человека – привиджин. Еще раз, все его преимущества на одном слайде, ну или почти основные преимущества, скажем так. Он 10-процентный, у него есть в инструкции симптоматическая гипогамма, у него самый лучший стабилизатор, минимальная среди всех концентрация иммуноглобулина А и минимальный риск гемолиза. Выживаемость, что очень важно, выживаемость и эпизоды инфекционных заболеваний. Вы видите, что при терапии привиджином вероятность и выживаемость, и инфекционное осложнение гораздо ниже, выживаемость выше. Частота инфекций в год вы видите на постоянной терапии ниже гораздо, в три раза. И вы видите те профиль пациентов, которые использовались для оценки, соответственно, частоты инфекций и выживаемости. Про концентрацию, про дозу, дозировку препаратов уже было сказано Вадимом Вадимовичем, но я могу сказать, что в клинической практике мы используем и более высокие дозы тоже, это зависит от пациента. И, например, когда мы на конференциях, например, Европейской ассоциации по первичным иммунодефицитам обсуждаем дозировку внутривенных иммуноглобулинов, а для нас иммуноглобулин – это один из основных методов терапии, то иногда говорят некоторые коллеги из Германии, например, говорят, что меньше грамма, им вообще неинтересно разговаривать. Поэтому я что хочу сказать? Не то, что надо всем грамм на килограмм, а то, что все пациенты индивидуальны. Да, есть оптимальная доза, от которой мы отталкиваемся 0,2-0,4, но бывают и другие дозировки. Ну, собственно говоря, про антигенную нагрузку я уже говорил. Еще раз, скорость введения, пример расчета, исходя из взрослого человека, 50 килограмм, 60, 70, 80. Видите, что скорость введения достаточно короткая, можно очень быстро сделать, высокая точнее, время, используемое для инфузии, достаточно короткое, что делает препарат очень удобным. Спасибо. Аплодисменты. Продолжение следует...